Добрый день гости нашего канала сегодня я хочу показать как я плела вот такой вот браслет который состоит из бисера и стекляруса и так приступим и так сегодня я вам покажу как я плела браслет сейчас вам покажу как начнется плестись первый элемент для него нам понадобится стеклярус и бисер вот такой вот желтенький стеклярусов у нас на один элемент уходит 20 штук я вот здесь уже их отобрала по одному размеру высоте и так приступим плестись будет на двух иглах вот так вот и так для начала нам надо надеть один стеклярус одну бусину бисеринку еще раз один стеклярус и снова снова одну бисеринку скользила иголочки сейчас вначале маленькая неудобно потому что все выскальзывает но потом когда маленько проплетется все уже будет нормально ложится и так мы надели один стеклярус одну бисеринку снова стеклярус и бисеринку у нас получилось вот так теперь мы берем иголку та которая у нас получается справа в правой руке и и продеваем ее через стеклярус сверху вот таким вот образом проходим и теперь продеваем через нашу бисеринку и снова через стеклярус вот таким вот образом у нас получился вот такой элемент отлаживаем эту иголочку берем ту иголочку которая у нас была слева продеваем ее через бисеринку наверху вот таким вот образом и теперь через стеклярус опускаем иголочку вниз вот так вот у нас получается та которая иголочка была справа она выходит ниточка наверху а та которая была слева она внизу теперь та ниточка которая была внизу на нее надеваем одну бисеринку и один стеклярус и теперь снова надеваем иголочку стеклярус вот так надеваем иголочку в бисеринку подтягиваем здесь у нас должен в конце образоваться такой кружочек для этого мы берем три бисеринки и иголочку снова продеваем через нашу бисеринку как получается образуем кольцо вот таким вот образом подтягиваем у нас получается колечко из четырех бисеринок еще раз продеваем нашу ниточку через все бисеринки теперь через эти две и подтягиваем и выводим нашу иголочку через стеклярус наверх отлаживаем нашу иголочку берем другую с ниткой которая у нас была надеваем бисеринку и продеваем ее через стеклярус вниз вот таким образом теперь на эту же ниточку берем одну бисеринку один стеклярус и присоединяем иголочку продеваем сверху только через стеклярус бисеринку мы не трогаем наверху вот так вот так подтягиваем продеваем иголочку через бисеринку через стеклярус через стеклярус и выводим наверх вот так отлаживаем нашу иголочку вот видим у нас получается уже вот такой вот рисунок если обратить внимание у нас получается между стеклярусами сначала у нас идет одна бисеринка потом у нас идет колечко из четырех потом у нас снова идет одна бисеринка значит следующее у нас будет между стеклярусами снова 4 бисеринки по плану отлаживаем выкладываю так И так нам надо будет одну бисеринку, надеваем бисеринку и распускаем иголочку через стеклярус, подтянули, теперь берем бисеринку, берем стеклярус, присоединяем и снова иголочку через вверх, через стеклярус пропускаем вниз. Теперь снова иголочку пропускаем через бисеринку. Нанизываем 3 бисеринки и образуем кольцо. Вводим иголочку с этой стороны, подтягиваем, у нас получается кружок с 4 бисеринок. Снова пропускаем иголочку через все 4 бисеринки и выводим через стеклярус наверх. Вот таким вот образом. Вот. Что у нас получается. Берем другую иголочку. Берем бисеринку, берем одну бисеринку, через стеклярус пропускаем вниз иголочку. Вот так вот. Берем снова одну бисеринку, один стеклярус и присоединяем иголочку, заводим сверху и проводим через стеклярус вниз. Вот таким вот образом. Вот такой у нас рисунок получается. Видите, у нас выходит. Сначала одна бисеринка идет, потом 4, потом снова одна, потом снова 4 и дальше идет снова одна. Таким вот образом мы продолжаем плести повторяя, чередуя. Сначала одну бисеринку, потом 4. Наверху получается идет между стеклярусами по одной бусинке. И таким образом у нас должно на наш кружок выйти 20 штук стеклярусов. Это я вам показала, как плетется начало и вся техника. Вот здесь у меня уже три штучки сплетены. По такой технике я их сплела и соединила в кольцо. Сейчас я вам покажу, как они соединяются между собой и на плиту четвертую. Как я уже говорила, оно плетется на двух иголках. Вот у меня, видите. Вот одна игла. Вот вторая игла. Вот у нас кольцо получается соединилось и нам надо сделать переход. У нас вот здесь наверху оказались обе ниточки, я их вывела. Теперь надо нам вывести в середину вот этого четырех бисеринок. Вот так вот мы сначала с одной стороны продеваем в макушечку вершинку, чтобы она вышла. И теперь с другой стороны точно так же делаем через две бисеринки. Вот таким вот образом. У нас нитка выходит теперь из вершинки. Вот этот вот кружочек из четырех бисеринок делается вот таким вот образом. Мы на правую иголку нитку набираем одну бисеринку и на левую. Продели. Теперь берем еще одну бисеринку. Вот она у нас одета на одной иголочке ниточки. Теперь с другой стороны мы в эту же бисеринку одновременно продеваем вторую нитку. Вот так вот. И теперь подтягиваем до конца. Вот видите, у нас уже получился вот этот элемент. Надо еще сделать один. Точно так же на правую берем бисеринку, на левую берем бисеринку. И берем третью бисеринку. Продеваем через нее еще одну бисеринку. Вот так и подтягиваем до конца. И вот наше соединение готово. Так вот наша цепочка. И теперь нам можно продолжать приплетать наш четвертый вот такой вот кругленький элемент. Для этого берем на правую иголочку один стеклярус, на левую один стеклярус. Вот так вот. Та, которая у нас была справа, на которой справа у нас нитка. Надеваем еще одну бисеринку. И в правую тягу проводим нашу иголочку через левый стеклярус, бусинку соединительную и еще раз через стеклярус и выводим наверх. Вот таким образом у нас получился такой элемент. У нас нитка наверху. Теперь верхнюю нитку мы без бисеринки просто продеваем через верхнюю бисеринку через стеклярус и опускаем вниз. Вот так. И теперь продолжаем плести точно так же, как у нас было. Здесь у нас начально получается между стеклярусами 4 бисеринки, значит здесь у нас будет одна. Берем одну бисеринку, один стеклярус и через верх вводим иголочку в стеклярус и присоединяем. Вот таким вот образом. И снова продеваем нашу иголочку через бисеринку из стеклярус и вводим наверх. Выберем. Отложили иголочку, берем другую, одеваем одну бисеринку через стеклярус, продеваем вниз. Подтягиваем. Если у нас здесь было 4, одна здесь, значит у нас будет 4. Значит так же. Берем одну бисеринку, один стеклярус, пропускаем иголочку через вверх, вниз через стеклярус. Пропускаем через бисеринку, берем три бисеринки, делаем кольцо из четырех, еще раз продеваем. Распущу, переделаем. Маленькая ниточка не туда пошла, но ничего страшного, всегда нужно вернуться к исходной точке. Так, нитка у нас из бисеринки выведена. Три бисеринку, через бисеринку продеваем, собираем в кольцо. Еще раз проводим через этих четыре бисеринки. И через стеклярус выводим наверх. Вот таким вот образом вывели наверх. И теперь отлаживаем иголочку, берем другую, которая у нас была сверху. Берем бисеринку, через стеклярус опускаемся вниз. Вот у нас, видите, продолжается наш рисунок. Берем снова бисеринку, стеклярус. Вводим иголочку через верх, вниз, через стеклярус. Подтягиваем. Здесь у нас по рисунку, опять же, одна бисеринка между стеклярусами. Значит, мы просто через бисеринку и через стеклярус выводим нитку наверх. Отлаживаем. А сверху берем одну бисеринку и через стеклярус опускаемся вниз. Опустились. Дальше у нас по рисунку опять должно быть 4 бисеринки. Значит, мы берем одну бисеринку, один стеклярус. Через верх опускаем иголочку вниз через стеклярус. Опустили. Пропустили через нашу бисеринку. Надели 3 бисеринки на иголочку. Сделали колечко. Сделали колечко. Снова пропустили нашу нитку через 4 бисеринки. И через стеклярус поднялись наверх. Отложили. Взяли другую нитку с иголочкой. Снова взяли одну бисеринку через стеклярус. Опустились вниз. По рисунку у нас внизу теперь опять одна бисеринка. Значит, мы берем одну бисеринку, один стеклярус. Через верх опускаем ниточку вниз. Вниз. Пропускаем через бусинку, через стеклярус и поднимаем наверх. Оплаживаем. Берем нашу вторую иголочку. Снова берем бисеринку через стеклярус. Отпускаем ниточку вниз. Подтягиваем. Теперь у нас нужно 4 бисеринки. Значит, мы берем одну бисеринку, один стеклярус. Через верх вниз опускаем. Через бусинку продеваем через бисерину. Продели. 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 Снова берем три бисеринки. 1 2 3 снова делаем кольцо из 4 снова ниточку продеваем через 4 бисинки еще раз и через стеклярус вводим ниточку наверх отлаживаем снова берем другую нитку сверху берем одну бисеринку через стеклярус опускаем вниз и по такой технике так далее до самого конца пока у нас не вплетутся все 20 стеклярусов итак снова одну бисеринку 1 стеклярус через верх через бисеринку выводим ниточку наверх и так дальше сверху бисеринку ниточку вниз и дальше также по рисунку и так я проплела все 20 стеклярусов у меня вот получилась вот такая вот полосочка теперь мне надо его соединить в кружочек делается это вот так подтянули к нашему краю и теперь ниточка вот у нас выходит из стекляруса снизу мы берем одну бисеринку и вводим через стеклярус который у нас на другого края вот таким вот образом подтягиваем опять через левый стеклярус спускаем иголочку вниз подтянули и снова через бисеринку и стеклярус мы подняли иголочку с нашей ниточкой наверх отложили нашу иголочку теперь нам сверху надо добавить последнюю бисеринку мы надеваем на иголочку бисеринку вводим нашу иголочку через правый стеклярус сверху вниз и поднимаем ее вверх через бисеринку и через левый стеклярус поднимаемся кверху поднимаемся кверху подтягиваем вот сейчас я надену вот сейчас я надену главное никуда не торопиться вот наше через бисеринку и через левый стеклярус мы поднимаемся кверху подтягиваем и вот у нас получилось наше кольцо оно маленько стянулось ничего страшного мы чуть-чуть растягиваем наше плетение поправим вот таким вот образом и вот у нас образуется наш четвертый круг 4 штучки теперь нам нашу ниточку наши ниточки надо вывести вот сюда на краешек получается у нас 1 2 3 4 вот таких вот выступающих элемента с одной стороны 1 2 3 4 с другой стороны значит нам наши ниточки надо будет пропустить через бисеринки и вывести вот в эту вот макушечку как мы вот делали вот здесь у нас вот ниточка выходила после того как мы делали вывели ниточку и делали соединительные так сказать столбики чтобы у нас получился вот такой вот рисунок дальше можно будет проплести и это в зависимости уже от размера вашей руки кому-то вот достаточно 4 смотрите по вашей руке вот так вот они будут ложатся вот у нас остается небольшое расстояние я их доплету вот такими соединительными столбиками которые у нас были между элементами потому что если сплести еще одну то получится что совсем ну хотя смотря кому как это после того как я соединила все наши 4 элемента между собой я подплела такие же вот соединительные столбики и приделала замочек единственно когда я приделала замочек у нас по рисунку получалось что мы брали две бисеринки на одну по бисеринке на одну и вторую нитку и потом верхнюю бисеринку мы через нее продевали крест-накрест обе нитки а здесь когда я присоединяла сам замочек я вот эту вот последнюю бисеринку через которую мы крест-накрест продевали наши ниточки я заменила ими вот эту бисеринку именно замочком что оно вот как раз вот этот хвостик как раз и получился вот этот рисунок и точно так же с другой стороны когда я приплетала колечко которое будет застегивать я это колечко нашу бисеринку заменила колечком и несколько раз прошла через колечко и через бисеринки туда-сюда туда-сюда и так же и второй ниткой и в итоге у нас получился вот такой вот браслет сейчас я попробую застегнуть самостоятельно но у меня не получится я сейчас попрошу помочь чтоб мне застегнули браслет чтобы было видно как он лежит на руке он облегает плотно руку вот так вот вот мне помогли и поправляем вот так вот у нас выглядит застежечка вот так аккуратно я плела что он плотно облегает мою руку тогда наши солнышки не собираются и очень хорошо смотрятся празднично нарядно на руке но чтоб они были еще жестче если кому то надо можно попросту взять проволоку и пройтись по внутреннему кольцу по бисеринкам и по наружному получается кольцу нашего элемента рисунка тогда он будет гораздо жестче ну вот и все как говорится не ошибается тот кто ничего не делает если вам понравилось наше видео подписывайтесь на наш канал будем стараться выложить еще что то новое и интересного до встречи